МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. День государственного флага Российской Федерации отметили в Ленинском городском округе. Российский флаг, триколор, это символ независимости и символ государственной нашей страны. Муниципалитет с рабочим визитом посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. В этом году почти 30 домов будут сделаны по самой современной технологии. В Подмосковье в самом разгаре фестиваль «Город танцует в парках» не стал исключением и Ленинский округ. Наш проект существует для того, чтобы всем дать равные возможности. 22 августа в нашей стране отмечается День государственного флага Российской Федерации. В Ленинском городском округе прошло сразу несколько мероприятий, посвященных этой дате. А начались они с торжественного поднятия триколора в присутствии руководства муниципалитета, депутатов, спортсменов и местных жителей. Торжественным парадом мотоболистов прославленного клуба «Металлург» начался рано утром 22 августа праздник государственного флага России в Ленинском округе. Обращаясь к собравшимся главам муниципалитета, Алексей Спаский отметил, что именно сейчас этот день приобрел особое значение. Российский флаг, триколор, это символ независимости, символ государственной нашей страны. Именно под этим флагом сейчас наши парни сражаются за независимость нашей страны, фактически за наше будущее. И сегодня, в этот торжественный день, в этот праздник, я хочу пожелать, чтобы российский флаг гордо развивался не только на всех флагштоках Ленинского округа и нашей страны, но и в наших сердцах. С праздником! Не случайно старт празднования Дня российского триколора в Ленинском городском округе был дан именно у Дворца спорта Видное. Наши спортсмены уже давно стали символом и гордостью Видненского края. И мое покорение, это святое на небо, мое это... Право торжественно поднять флаг России было предоставлено руководству и спортсменам мотобольного клуба «Металлург». Стоит отметить, что именно они стали свидетелями, как в Видном впервые взвился российский триколор в честь победы нашей сборной. В 1992 году чемпионат Европы состоялся в Видном и мы участвовали впервые сборной командой России именно в городе Видном на чемпионате Европы. И когда опять в честь победы мы в финале играли с французами, выиграли финал, и когда поднимали флаг, это вдохновляет, радует, и, я думаю, никогда не надоест. Празднование Дня государственного флага Российской Федерации продолжилось на других площадках Ленинского округа. Каждый раз, приезжая в наш муниципалитет с рабочим визитом, депутат Московской областной думы Владимир Жук старается выполнить сразу несколько задач. О том, что входило в график поездки народного избранника в этот раз, расскажет Дмитрий Книга. В рамках своей рабочей поездки в Ленинский городской округ депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Центр социального обслуживания «Домодедовский», где провел встречу с коллективом сотрудников учреждения. Он напомнил им о предстоящих выборах губернатора Подмосковья. Они будут сейчас проходить три дня, во-первых. 8, 9, 10 сентября, пятница, суббота, воскресенье. То есть у каждого будет больше возможностей выбрать время и проголосовать. И вторая особенность – можно будет голосовать не так, как обычно, вернее, не только так, как обычно. Придти на УИК, получить бюллетень, поставить значок и бросить в ворну, но и дистанционно. То есть зарегистрироваться на ресурсе и проголосовать электронным способом. В ходе беседы депутату были заданы насущные вопросы, касающиеся развития муниципалитета, а также повышения качества и улучшения работы Центра. Пообщавшись с сотрудниками социальной сферы, Владимир Жук отправился на Заводскую улицу, где проверил ремонт жилых домов. Работы здесь ведутся еще с прошлого года. В определенный момент с предыдущим подрядчикам возникли проблемы, после чего на объект вышла другая компания. Из-за того, что затянулись сроки в прошлом году, зимой работы не проводились, и теперь сейчас подрядная организация, все руководство, все сотрудники поменялись, и они за летний период все переделывают. А что именно? Фасады, крыши, входные группы они делают, отмазки. Работы ведутся активно, весь процесс контролируется муниципальными службами и согласовывается с местными жителями. Жители сами выбирали краску, выбирали фасадную краску. То есть не просто так это было, вот такая будет, такая и такая. Нет, сами жители принимали решение, и архитектура. Так что я считаю, что вполне, вполне, сейчас достойно работают. В ходе осмотра проверили ход выполнения работ на нескольких домах. Местные жители показали на примере одного из дворов, как преобразилась придомовая территория после благоустройства. Эти дома в разной стадии. То есть некоторые уже практически готовы, некоторые еще не совсем готовы. Ну, много людей работает, сейчас вот в данный момент 40 человек работают на объекте. И если надо будет, ребята добавят, потому что до конца сентября все дома должны быть сданы. Дома на другой стороне заводской улицы будут отремонтированы в следующем году. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Совсем немного осталось до нового учебного года. Как готовятся к первому сентября жители округа, в том числе и юные, выяснял Кирилл Махров. Первый сентября уже не за горами. Остались считанные дни. Готовы ли жители нашего города, ну, естественно, те люди, которые связаны со школы, ученики, их родители, к новому учебному году? Давайте о них узнаем. Мысли позитивные, все будет хорошо, по школе соскучились, по одноклассникам. Ну, все, в принципе, готово. Мы закупились школьной формой, канцелярией и так далее. Что ждешь от нового года учебного? Ну, хочется, чтобы я хорошо учился, маме помогал, чтобы учился на дни хорошей оценки. У меня ребенок идет во второй класс, но уже готовый, научный опытом. Все по минимуму. Форму купили, брюки обязательно, рубашки, сменные обувь. Пока еще в процессе, еще собрания не было, учитель должна дать список, и мы все закупим. По кому больше соскучились? По одноклассникам или по наукам? Наверное, больше по одноклассникам, по веселью в школе, по переменным, веселым. Жители нашего города высказали свое мнение. Осталось нам дождаться нового учебного года и пожелаем всем ученикам отличного настроения, великолепнейших оценок и успехов во всем. В Московской области в самом разгаре фестиваль «Город танцует в парках». На протяжении месяца различные коллективы из 30 муниципалитетов танцуют прямо в парках и соревнуются за звание лучших. Не стал исключением и Ленинский округ. На сцене прямо под открытым небом «Видном» прошел один из этапов областного фестиваля «Город танцует в парках». С приветственным словом выступила заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова. «Сегодня счастливы все, для кого жизнь – это танец и для кого жизнь в танце – это действительно истинное удовольствие. Начинайте успехов всем и ждем. Приходите, приезжайте». Конкурс собрал 10 танцевальных команд, 8 из них из Ленинского округа. Все они прошли предварительный отбор. Затем были упорные репетиции и прогоны и, наконец, сцена парка «Опаренки». Наш стиль номер с таким названием представили танцовщицы из видновского клуба «Звездный вальс». И стиль здесь чувствовался во всем, начиная от одежды и заканчивая каждым оточенным движением. «Мы этот номер готовили к мае, но про это мероприятие нам сказали неожиданно. И мы в последние пять дней усердно тренировались по три часа. Номер в стиле хип-хопа. Мы занимаемся современной хореографией, хип-хопом. И этот номер заключает в себе. Мы хотим показать, что люди могут быть разными». Мастерство претендентов на победу оценивали художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин и победитель проекта «Танцы на ТНТ» хореограф Виталий Уливанов. «Они находятся на разном абсолютно уровне. Есть совсем начинающие коллективы, а есть коллективы, которые уже имеют какой-то сценический опыт. Но наш проект, собственно говоря, существует для того, чтобы всем дать равные возможности». Оценивали таланты и зрители. Яркие номера никого не оставили равнодушными. «Выходят очень сильные коллективы. Хочется на них смотреть и смотреть». «Все супер, отлично. Все здорово. Очень классно, что появилась такая возможность и что продвигают танцы, продвигают творчество. И это очень классно. Спасибо большое». «Главное – хорошая погода и главное – хорошее настроение. Ну а у детей все получится, я думаю. Они только начинают свой путь». Лучшими на отборочном этапе в «Видном» стали девушки с театра «Танца Шаги». Они примут участие в галоконцерте, который пройдет 2 сентября в Балашихе. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Максим Константинов. «Видное ТВ». Десятки тысяч детей и взрослых в Ленинском округе занимаются в спортивных секциях, кружках и клубах. А чтобы обменяться опытом и показать свои умения, они участвуют в мероприятиях, которые организует местное отделение торгово-промышленной палаты Подмосковья. На одном из них, получившем название «Территория спорта», побывала и наша съемочная группа. «Лето» – прекрасная пора для проведения массовых мероприятий на открытом воздухе. Площадка возле кинотеатра «Искра» собрала на фестивале «Территория спорта» тысячи гостей. Всех их объединила любовь к активному образу жизни. «Территория спорта» – это фестиваль, проводить который уже стало традицией. Организаторы и идейные вдохновители – представители торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. В этот раз на мероприятии было представлено несколько десятков спортивных школ и клубов. «Мы на этом мероприятии показываем распространенные современные направления танцевальные, показываем показательные выступления, также мастер-классы проводим. И наша цель – просто донести до людей разнообразие современных именно стилей». Отличительной особенностью этого года стало выступление олимпийского чемпиона Евгения Рылова, который дал старт благотворительному марафону по сбору средств на лечение Владика Синилкина, потерявшего в автокатастрофе обе ноги и руку. Несколько раз пловец тренировал сильного духом мальчика. «Парень добивается успехов просто невероятными образами, старается изо всех сил, то есть человек не сдается, постоянно улыбается, интересуется и живет». Кульминацией праздника спорта стала массовая сайкл-тренировка. Порядка 20 участников в течение двух часов синхронно крутили педали. «Самое безопасное для суставов, самое зажигательное, приносящее море эмоций, подтянутые ноги, ягодицы, корм – все это сайкл». Юлия Погосян, Максим Козлов, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Гульнар Абалаева. Видно этого. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин